В ночь на 10 октября 1944 года разведчики Леонова высадились на мысе Крестовой. Теперь им предстояло обогнуть с тыла немецкие позиции по болотам, тундре, через холмы и отвесные скалы, где повсюду дозорные патрули, ловушки. Высадившись за левым флангом врага, Леонов и его разведчики за 72 часа прошли по Арктике 40 километров. Такая работа. Всю ночь они шли по каменистой земле между валунами, трещинами и ущельями. Главное, чтобы не заметили с воздуха. Поэтому они ждали до темноты и снова в путь. На третью ночь они подошли близко к батарее и к вертикальному обрыву. На веревках спустились по обрыву и вышли на удобное место, откуда хорошо видно врага. 11 октября 1944 года. Теперь начинается работа. Надо захватить 88-миллиметровые пушки немцев. От полуночи до двух часов ночи они медленно ползли. И не были замечены. Но один разведчик запутался в колючей проволоке. И сработала сигнализация. Прозвучала тревога. Леонов отдает команду вперед и никому ничего объяснять не надо. Разведчики устремляются к немецким окопам. Но вдруг на пути ряды колючей проволоки. Если замешкаться, пулеметчики врага уничтожат группу на открытом пространстве. Один из леоновцев, Иван Лысенко, среагировал мгновенно. Он, чемпион Северного флота по борьбе, необычайно сильный человек, вырвал из земли столб с проволочным заграждением и удерживал его, пока один за другим под колючку устремлялись разведчики. В Лысенко стреляли, но русский великан не разжимал рук. Давай, давай, до точки. Шуруп быстрее. Иван Лысенко упадет, лишь когда заграждение преодолеет последний из его боевых товарищей. Потом на теле героя насчитают 21 ранение. Леонов вновь пережил ощущение, которое испытал в окружении на Могильном. Ценой своей жизни на его глазах товарищ спас всех. На этот раз Леонову представилась возможность сразу отомстить за героя. Когда разведчики ворвались на позиции немцев, исход противостояния был предрешен. В бою на ограниченном пространстве им нет равных. Каждый боец, когда бился с противником, думал не только о себе, он думал еще о том, как помочь своему соратнику. Преимущество было на стороне немцев. Но они оказались не готовы к ярости советских разведчиков. И в ночной темноте начался рукопашный бой. Люди Леонова, как и он сам, знали только один путь. Вперед! Он приказал двум разведчикам захватить первую зенитную пушку. Его люди захватили одну пушку, опустили ее и начали стрелять. Немцы вынуждены отступить. И вся батарея была захвачена с минимальными потерями. Немецкий гарнизон удалось уничтожить. Отряды разведчиков занимают позиции в бывших гитлеровских укреплениях. Первое, что делают, снимают замки с немецких орудий. Стрельба из них больше невозможна. Но немцы не сдаются. Они открывают огонь с другого берега из дальнобойных орудий. А потом высылают десант, который пытается отбить потерянные позиции. Уникальная военная ситуация. Десант воюет против десанта. Егерям удается ворваться на позиции. Начинается жестокий рукопашный бой. Советские разведчики лучше подготовлены. Но врагов в десятки раз больше. Из воспоминаний Виктора Леонова. Воинственные крики и отчаянные предсмертные вопли. Треск автоматных очередей и лязг стволов. Меж камней мелькают фигуры разведчиков и егерей. Удары прикладом и короткие взмахи кинжалов. Отбив вот эту первую атаку, отбив вторую атаку, Леонов отвел отряд на сопку, с которой мы начинали. Потом, значит, какая-то передышка, немцы опять лезут, значит, а мы, значит, то потеряешь сознание, то отойдешь. Ну, раненые идешь. Вот так собратишь, когда немцы там были, лезут уже совсем близко, кинули гранату и потом там треск, газ. Кто-то валун туда скинет, значит, что самое. Короче говоря, мы там отстояли эту высоту. Ночью 13 октября 1944 года советский Северный флот высадил войска в помощь Леонову, и немцы были побеждены. Отряд Леонова выбил немцев с их позиции на мысе Крестовом. Порт Ленахамари захвачен. За этот рейд Виктор Леонов получит свою первую звезду-героя Советского Союза.